тема нашего отъезда друзья сегодня будет именно она всем привет сегодня первое мое видео выступление на тему как раз таки как мы додумались с тремя детьми отправиться в автопутешествие из санкт-петербурга в турцию как родилась эта идея чем мы руководствовались откуда у нас деньги на поездку работаем мы или нет чем мы занимались по жизни и какие у нас амбиции настроения для дальнейшего времяпрепровождения здесь либо не здесь друзья ну что это замечательная возможность делиться опытом замечательная площадка который не имеет на сегодняшний день ограничений для россиян и вы любой момент удобный для себя можете посмотреть это видео прокомментировать его поставить лайк этому видео и подписаться я буду вам за это искренне благодарна потому что алгоритмы youtube устроены таким образом чем чаще больше и круглосуточно смотрят эти видеоролики тем быстрее есть возможность развивать канал и показывать его гораздо большему количеству аудитории моя задача увеличить охват и моя задача увеличить аудиторию и приносить пользу людям основанную на собственном опыте путешествия и проживания в другой стране ну что поехали еще раз повторюсь что я татьяна и я приехала в петербург со своей семьей санкт-петербург приехала петербург приехала в турцию со своей семьей санкт-петербурга выехали мы из дома в ленинградской области именно там мы жили последнее время 12 сентября до тех новостей которые взбудоражили вторую волну эмиграции и наша подготовка к отъезду была крайне тщательной мы на протяжении пяти месяцев готовились к отъезду в турцию кто мы и что мы и чем мы занимались по жизни у меня был свой собственный бизнес санкт-петербурге я занималась предпринимательской деятельностью на протяжении пяти лет создавая компанию с нуля со дна сплинтуса как хотите это называете 2017 году я организовала компанию тайга по продаже деликатеса в сибири и крайнего севера это был маленький магазинчик с которого начиналось все когда-то типичная история про бизнес идею и не совсем тогда я понимала что есть бизнес либо предпринимательство но больше предпринимательство конечно чем бизнес но окунуться с головой было желание огромное я человек активный амбициозный всегда жаждущий что-то узнавать новое волну с головой это про меня так вот этот опыт конечно к сожалению или к счастью оказался для меня законченным в конце двадцать первого года я приняла решение закрыть бизнес почему я приняла это решение вкратце расскажу вам вообще кстати на площадке instagram в моем личном блоге есть подробное резюме по части вообще окончания бизнеса почему я приняла его решение его закрыть и по какой причине и какие основные причины были того что я решила не продолжать бизнес деятельность instagram ссылки я всегда оставляю в описании к нашим видео роликам и как раз таки в разделе прямые эфиры вы можете посмотреть подробную подробную информацию о том почему я закрыла бизнес который в принципе приносил мне доход на протяжении пяти лет но это одна отдельная тема может быть когда-то я решусь записать на эту тему отдельный видеосюжет и расскажу про свой бизнес опыт так вот работая на себя какое-то продолжительное время рожая в промежутках между работой детей я поняла что наверное пора остановиться 21 год был достаточно сложный для бизнеса и у нас были очень такие неприятные и не растущие совсем показатели бизнес нужно было трансформировать в онлайн это требовало определенных изменений внутри компании внутри структуры внутри стратегия пришлось бы менять полностью штаты либо частично искать новых сотрудников инвестировать средства своих доступных свободных денег у меня не было поиски инвесторов не увенчались успехом и достаточно провальный 21 год подвел черту к тому что наверное пора уходить и искать себя в каких-то новых возможностях новых идеях а их всегда у меня избыточное количество в голове но теперь я умею дифференцировать теперь я умею отделять мечты бизнес мечты от просто бизнес проектов и это на самом деле огромный навык который я получила благодаря ведению бизнеса и работе на себя у меня есть навык в построении команды у меня есть навык в развитии стартапа у меня есть навык расширения ассортимента у меня есть навык масштабирования в общем это классные моменты и классные нюансы которые я забрала с собой и которые никому кроме меня по факту ведения деятельности не подвластны чему я несказанно благодарна и И благодарю каждый день судьбу за предоставленную возможность иметь подобный опыт. В общем, начало 2021 года было следующим. Я торжественно объявила всем о том, что мною принято решение уйти, уйти из бизнес-поприща. Все, конечно, клиенты, родные, близкие, друзья, приятели были в шоке, потому что многие знали, насколько я люблю свой проект, насколько я внутри его живу, внутри него существую, что это детище, которое я создавала по крупицам. И по факту это был третий ребенок, помимо двух уже имеющихся у меня к тому моменту жизни. Но еще это не все. Я была глубоко беременна, это был седьмой месяц беременности, январь 2021 года. Я понимала, что очень тонкая грань между семьей и бизнесом, очень тонкая задача в распределении приоритетов всегда дается мне нелегко. Я максималистка, и всегда с головой погружаюсь в какой-то амбициозный проект. И моя семья, откровенно говоря, страдала. И я только потом поняла это до конца, когда уже вышла из бизнеса и смогла себе позволить выдохнуть и оглянуться по сторонам. Я хотела больше уделять времени семье, я хотела побыть наконец-таки в декрете. Декрет – это та среда, в которой я ранее не обитала. То есть двое предыдущих детей я всегда работала и совмещать пыталась, работая в бизнес, и было это крайне сложно. Третья беременность изменила меня и внутренне, и внешне, потому что после беременности я набрала лишних 9 килограмм, с которыми до сих пор борюсь, но об этом в другой раз. Рождение дочери. У нас два сына. Мы ждали замечательную девочку. Мы были бесконечно счастливы, потому что у нас родится девочка. В общем, полная чаша. Два сыночка и лапочка-дочка. Конечно, приоритет для меня семья. И бизнес, который чувствовал себя на тот момент времени не очень хорошо, требовал моего еще более пристального внимания. Я не согласна была, взвесив на чашу весов все это, отдавать время, отдавать силы, нервы, ресурс бизнесу. Я хотела уйти в семью. И, как оказалось, в дальнейшем решение было уникальным и правильным. Потому что после 24 февраля, когда бизнеса уже не было, когда процесс ликвидации был запущен, когда процессы утилизации и распродаж были проведены, я поняла, черт возьми, как хорошо, что я его закрыла еще в январе. Это было на самом деле вовремя принятое решение, за которое я говорю себе спасибо. После 24 февраля оставался всего лишь один месяц до рождения третьего ребенка в нашей семье. Сказать, что я была потрясена и у меня было колоссальное состояние стресса, это не сказать ничего. Подтверждение тому посты в инстаграм, которые по-прежнему я не удалила, и они опубликованы. Прочитав их, вы поймете, насколько сильно мое сердце разрывалось на части. Скажу так, все-таки как раз-таки этот момент, и эта ситуация, и этот ужасный фактор случившегося сыграл важнейшую роль в колоссальных изменениях нашей семейной жизни. Именно тогда, замечая, как кругом и всюду наступила волна эмиграции, и люди не согласны и активно уезжали, я понимала, что уехать я не могу. Муссировать эту тему я перестала в сообществах и соцсетях, потому что это очень сложная тема с разными мнениями, и здесь тоже обсуждать пока что ее я не готова, потому что я только-только вышла из состояния внутреннего конфликта и конфронтации внутри себя. Первые три месяца после 24 февраля были для меня адски сложными. Эмоционально, морально, материально, физически наша семья столкнулась с финансовыми трудностями, потому что у супруга сузился фактор дохода. Зарплата была снижена на фоне произошедших событий. Той зарплаты, которая была, оставалась после сокращения, нам недостаточно было, чтобы оплачивать две ипотеки. А на тот момент времени у нас была квартира в городе Санкт-Петербурге, загородный дом в Ленинградской области, в Гачинском районе, на юге города. У нас была часть обязательств оставшихся кредитных по бизнесу, которые мы кабалой тянули за собой. Мы понимали, что время сложное и обременение подобного рода финансовыми обязательствами – это для нас колоссальнейший стресс. Мы были просто на волоске от такого, знаете, внутрисемейного банкротства. И вот однажды на одном из семейных советов было принято решение продать одно из имуществ. Выбор пал на квартиру, потому что по ней был один из самых высоких платежей по ипотеке. И именно продажа квартиры решала все наши финансовые сложности и трудности, сложившиеся к тому периоду времени. Я понимала, что ближайшее будущее дохода от меня не будет, и я буду с ребенком в декрете, чего я искренне хотела. Карьерный рост у супруга не подразумевался, потому что компания, в которой он работал, не имела возможности предоставить ему эту возможность, 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 прошу прощения, не имела ресурса предоставить ему эту возможность. Соответственно, мы понимали, что это новая работа. Поиск новой работы внутри страны России казался нам малоперспективным. Я могу ошибаться, но это лично мое мнение. Первые три месяца с момента рождения ребенка я поймала просто колоссальную послеродовую депрессию. Я думаю, женщины, которые сталкивались с этим, поймут меня. И далеко это не выдумки. Плюс наслоилась ситуация в мире и в стране, которая угнетала, нагнетала и добавляла огромного и огромного стресса, из которого я не могла выйти и справиться, с которым я тоже не могла. Хотя я человек по жизни очень амбициозный, веселый, старающийся разглядеть в каждой козявочке, в каждой букашечке, что-то позитивное, настоящее, дарящее радость и веселье. Вот это чувство каким-то образом утратилось, ушло и покинуло мою душу. Почему это произошло? Но теперь я понимаю, я сама позволила себе сойти с пути радости и счастья. Потому что только я в ответе за свои эмоции, только я в ответе за свои настроения, за свое состояние, только я и больше никто. Окружающих факторов достаточно много, как хороших, так и не очень. Но стрессом бывает двух видов, как прочитала я в замечательной книге Синельникова. Стресс бывает позитивный. Это когда ваши друзья, рассказываю историю из личного опыта, закрывают вам глаза, похищают вас с работы и везут вас в неизвестном направлении. Вы не знаете, кто эти люди, у вас закрытые глаза, у вас связанные руки, вас похитили люди в масках. Вы приезжаете в кафе, вам открывают глаза, а это ваши друзья, которые празднуют, которые собрались за общим столом и пригласили вас на барже день рождения. Вот это был стресс, но он был позитивный, потому что такой вариант праздника один раз устроили мне мои друзья. Я до сих пор это не могу забыть, это было порядка 10 лет уже назад. Вот это приятные формы стресса. Также стрессы бывают познавательные. Это вторая форма стресса, когда в стрессовой ситуации мы начинаем думать, как выбраться из нее. Вот в стрессовой ситуации с праздником выбраться не надо, выбираться не надо, смысла нет. Ты получаешь удовольствие, познав ситуацию. А здесь познавательный стресс, он заставляет тебя думать, предпринимать действия и выкручиваться из ситуации, когда вы потеряли дома очки. Моя бабушка очень часто теряла очки, и где мы их только не находили. Бабуля всегда пребывала в стрессе, но мы всей семьей предпринимали попытки найти эти очки и всегда их находили. Это, конечно, очень примитивный, смешной пример, но если переложить его на массу других более глобальных и более сложных стрессов, то эта истина работает всегда. Так вот, я потеряла и утратила вот эту нить, я перестала копаться в этом, и начала загнетать, угнетать и нагнетать на себя вот эту вот информацию, просто закапываясь внутри. Что же мне помогло выйти из этой ситуации, что же мне помогло начать мыслить позитивно, начать вообще мыслить, это чтение книг. Чтение книг или разного рода литературы. Я обожатель почитать, я читаю различные жанры, и художественные, и экономические, и политические, и инвестиционные, и бизнес-жанры. То есть мне нравится много всего. Очень часто читаю литературу, связанную как раз-таки с психологией, подсознанием и так далее. Это очень мотивирует и помогает. Вообще чтение — это огромный, огромный ресурс для изменений. Но вы скажете, Татьяна, ведь книга — это всего лишь чужое мнение. Согласна, согласна полностью, но чужое мнение в каждой книге вами будет восприниматься тоже по-разному. Каждый раз, читая любое произведение, любое литературное издание, мы воспринимаем информацию, исходя из ситуации своего внутреннего мира. И здорово, когда эта книга даёт тебе возможность раскрыть внутренние какие-то возможности внутренние, подвести к черте каких-то действий. В общем, это круто, я очень всем советую не, допустим, превращаться в там какого-то книголюба в моменте. Кстати, пчёлка тут нам пытается испортить обзор. Хотя я очень люблю пчёл. Я люблю вообще всё в этой жизни. И это абсолютно честное, это абсолютное состояние кайфа радоваться всему, чему только есть на этой планете. Так вот, друзья, чтение статей, чтение литературы, общение с семьёй, времяпрепровождение с детьми — это всё усилило желание менять эту жизнь. Ну и, конечно, те факторы внешние, которые воздействовали на нас. И мы понимали, что хотим попробовать чего-то такого более интересного, да, сели нам неизведанного, ранее неопознанного. И вот однажды, вот однажды я, вынашивая в себе всю эту информацию, очень долго смущалась и боялась рассказать об этом мужу, потому что у меня муж-консерватор, муж-любящий стабильность, человек, который с техническим образованием и с техническим опытом работы, который не трансформатор, а который консерватор в большей степени, я думала о том, что он в очередной раз скажет, «Татьяна, тебя посетили, очередные крэйзи мысли, это нереально, у нас только что родился ребёнок, как мы с этим будем жить?» Так, прошу прощения, порыв ветра переждём, иначе будет очень плохо слышно на видео, я без микрофона. Кстати, хочу напомнить, в предыдущем видео я говорила об этом, мы сейчас находимся в Турции, в городе Каш, в горной долине, в окружении гор, свежайшего воздуха. Мы проживаем в данный момент на вилле уже на протяжении двух недель, но завтра уезжаем в другой город Турции. Небольшая ремарочка, отступление. В общем, ветер утих, можем вещать дальше. И вот однажды, в один из майских вечеров, уложив детей спать, я решила поговорить с мужем так робко, стесняясь, вот утратив свою вот эту уверенность и свою вот эту вот прямоту, я стесняюсь и так вот очень нежненько подкатила к нему с вопросом, а не попробовать бы нам зимовку в другой стране. Ведь впереди осень и зима, а родив ребёнка, мы уехали за город под Петербург, в Ленинградскую область, в Гачинский район, где был у нас дом. Весной родив детей, это был просто кайф оказаться за городом, когда не нужно одевать и наряжать детей для детских площадок, где все оценивающе смотрят на твои заляпанные, либо не заляпанные футболки. Тут всё по-простому, деревенская жизнь, голожопое детство, классно, круто, смачно, дети всё время на улице, малышка в коляске на улице спит, я тут же рядом с ними, это был, конечно, кайф, жить за городом вот этот период времени. Я бы, наверное, в городе больше свихнулась, учитывая вот этот инфопоток и вот эту городскую суету и напряжение. Жизнь деревни в тот момент времени тоже была таким фактором, помогающим мне выбраться из состояния депрессии. Природа, зелень, лес, поля, это же всё очень красиво, это всё радует, вдохновляет. И вообще природа это то, что помогает наполняться нам. Когда ты смотришь, вот я сейчас смотрю на горы, вот мне так кайфово на душе. Вот я не знаю, было бы мне так кайфово сейчас в Петербурге, где плюс три. Наверное, нет, хотя я очень люблю Питер, и это классный город для жизни, замечательный, любимейший город России, где родились трое моих детей. Обожаю, уважаю всем сердцем. Так вот, в один из этих вечеров мы с мужем болтали, и я робко произнесла эту идею вслух, и он поддержал, господа. О май гад, он сказал, Татьяна, это хорошая идея, почему бы не попробовать? Ведь я не представляю тебя зимой в этом доме в заперти. Вообще человек, который привык к бурной деятельности, к общению, передвижению, постоянному взаимодействию, сложно оказаться в замкнутом пространстве зимой в деревенском доме, я честно себе этого даже не представляла. Мне было дурно при одной лишь мысли о том, что со мной это может произойти. Мне хотелось показать детям мир, мне хотелось показать мир себе, потому что когда-то мы очень активно путешествовали, разъезжали по разным странам, но больше этой активности было до рождения детей. С моментом рождения детей и закапывания себя в бизнесе я утратила вот это вот чувство и жажду путешествия. Ресурса не хватало, не хватало времени, не хватало денег, не хватало, много чего не хватало. Но тут мы решили встряхнуть себя. Я сказала мужу, как сейчас помню тогда, я не хочу жить такую жизнь, я хочу жить другой жизнью, я хочу путешествовать, я хочу узнавать мир, я хочу развивать кругозор. И когда, если не сейчас? Но это очень ошибочное мнение по поводу когда, если не сейчас. Почему-то нам всем вот людям нужны понедельники, чтобы начать худеть. Не нужны понедельники. Почему-то нужны обстоятельства, и каждый раз какой-то экономический кризис, стресс или войны. И многие блогеры, коучи говорят о том, что ребята, это новая возможность, новые возможности открыты, новые горизонты. Я так не считаю. Для меня не нужно ждать понедельника, чтобы начать худеть. Для меня не нужно ждать войны, чтобы начать переезжать. Так сложились обстоятельства, что наш переезд наслоился на обстоятельства внешнеполитические. Возможно, он стал отправной точкой, возможно, он стал неким фундаментальным фактором в принятии решений. Но как здорово, что можно было бы додуматься об этом и вне существующей среды. И вообще рекомендую всем и каждому не ждать понедельника, не ждать экономического кризиса и не ждать войны, а просто брать и действовать. Потому что каждый раз, ожидая понедельника, вероятность того, что вы начнете, ну, скажем так, 50-50. Муж меня поддержал. Мне было это очень приятно. Я вообще на самом деле не ожидала, но он тоже человек осведомленный. И мы с ним на одной волне касательно происходящего в мире. У нас не было на эту тему никогда разногласий и конфликтов. Это очень здорово, что мы одинаково мыслим. Поехали, сказал он. У нас есть сбережения, оставшиеся от продажи квартиры. Их нам должно хватить на полгода как минимум. От продажи квартиры в городе Санкт-Петербурге у нас оставалась небольшая сумма денег. На эту сумму средств мы не могли приобрести себе новое жилье для нас, для пятерых. Мы не могли инвестировать даже в строящееся жилье для нас троих. Этой суммы было бы недостаточно покупать какую-то студию, то есть с точки зрения инвестиций в Мурино. И продолжать жить в деревне, пыхтеть. И говорить о том, что блин, да как скучно, как неинтересно. Вот эта бытовуха, дети, декрет. Это все супер скучно и однообразно. Мы решили эти средства инвестировать в свое мировоззрение, в свое развитие, в свой внутренний потенциал. Я всегда говорю о том, что, не забывайте о том, что, всегда говорю о том, что, о том, что, простите. Всегда говорю, что человеком движет его желание, его мотивация. И когда мне в директ прилетает хейт инстаграма о том, что, да вы уехали в другую страну, и потом пол там будете мыть, потому что жрать вам будет нечего. Друзья, уж поверьте, у нас трое маленьких детей, и мотивации для заработка у нас предостаточно, и мы не останемся голодными. Тогда, после того разговора с мужем, я воодушевилась, просто пипец, у меня выросли крылья. Я поняла, что, вау, для меня открыт этот мир, эта планета слова снова завертелась вокруг меня. Я стала просто очагом для возгорания, я стала солнцем, вокруг которого крутится земной шар. Нужно срочно читать еще больше, нужно срочно предпринимать еще больше действий, чтобы успеть сделать это тогда, когда я хочу. Мы запланировали отъезд на конец августа, либо начало сентября по ситуации. У нас примерно получалось май, июнь, июль, август, сентябрь. Ну, если не брать сентябрь, в общем, в районе пяти месяцев у нас было для подготовки к отъезду в Турцию. Я считаю, этого более чем предостаточно, чтобы очень тщательно подойти к вопросу отъезда. Что мы, собственно, и сделали. Я писала списки, я изучила Турцию вдоль и поперек. Для меня была важна информация юридических моментов с пребываниями, сроки пребывания на туристических условиях, на условиях получения ВНЖ. Меня интересовал вопрос недвижимости, вопрос, где жить, по какой цене, в каких городах турецких жить лучше всего с детьми. В общем, информации собиралось очень много из разных источников. Телеграма, Ютуба, Инстаграма, переписка с какими-то знакомыми, которые живут в Турции. Это все была теория. На любой лекции, в любом вузе, записывая лекцию или выслушивая лекцию, вы никогда не узнаете досконально всей ситуации и всей подноготной, пока вы не окунетесь в процесс переживания, прохождения, пребывания этой самой ситуации из этих лекций. Я думала, что я изучила Турцию вдоль и поперек, но насколько мое мнение было ошибочным, когда мы сюда приехали по факту. Но сегодня выпуск не о Турции, сегодня выпуск о том, кто мы и почему мы поехали в Турцию, как мы готовились к отъезду. Соответственно, часть того, почему мы поехали в Турцию, вы уже поняли. Кто мы, вы тоже уже поняли. Как мы пособирались дорогу. Мы собирались дорогу очень тщательно. У нас было время, у нас был ресурс, у нас было настрой, настроение. Все-таки трое детей, колоссальная ответственность, большая длинная дорога, неизвестная и непонятная. Как ехать, как вообще перемещаться по Турции с тремя детьми, допустим, в случае варианта лететь на самолете. Дети маленькие, малышки еще нету полугода. Среднему ребенку 4, старшему 6. Тот, которому 4, всегда просится на руки, потому что он впал в состояние детства после рождения малышки. То есть я представила себе картину следующую. Мы на самолете с чемоданами, с багажом, который рассчитал на полгода отсутствие вне дома. Один ребенок на руках, второй, который все время ноет и просится на руки. Ну, нагрузить шестилетку багажом, вы понимаете, это нереально. В итоге мы сели и подумали. У нас есть классная машина, которую мы купили в 2020 году в автосалоне. Это Шкода Кодиак. Замечательный автомобиль, семейный, большой, габаритный. Почему бы нам не поехать на нем и не устроить себе автотрип по городам России, по городам Грузии, по городам Турции. Мы будем мобильны, мы будем свободны, мы сможем взять гораздо большее количество вещей. В конце концов мы посмотрим мир со всех сторон. То, что, как говорится, самолета не показывают. Муж меня опять-таки поддержал. Я такая думала, блин, все так идеально, что аж противно. Почему он все время меня поддерживает? Ну, на самом деле это круто, когда мы живем уже вместе 12 лет и уже научились смотреть в одну сторону, и это реально работает. Вот тот момент настал, когда мы реально мыслим одинаково. Ну, это круто, это на самом деле классно. Я этим очень сильно горжусь и радуюсь тому, что у нас есть такая возможность двумя парами глаз смотреть в одном направлении. С того момента, как мы решили отъехать из России на зимовку в Турцию, я тут же начала готовить детей, вот среднего ребенка, четырехлетку и шестилетку, говорит о том, что мы отправимся в уникальное путешествие. Это будет вау, крутой трип по разным городам и странам. Вы увидите горы, вы увидите леса, вы увидите море, вы будете купаться в лучах солнца, купаться в море. Мы покажем вам классные города. Ну, то есть дети не совсем понимали, что их ждет, но они загорелись, они были такие в ожидании этого чуда. Это каждый раз у нас спрашивали, а когда мы поедем, а когда мы поедем, а когда мы поедем. Потом я начала немножко эту тему уже сбавлять, потому что дети муссировали ее ежедневно. Мы начинали уже уставать просто от количества вопросов, и я решила так чуть-чуть попозже, я напомню им снова, и мы продолжим уже ближе к дате говорить об этом снова настоль же ярко и интенсивно. Меня не испугало наличие грудничка на руках, потому что хочу сказать следующее. На самом деле путешествовать с младенцем гораздо проще с грудничком, гораздо проще, чем с детьми подросшими. У детей подросших много запросов. В туалет пописать, покакать, покушать, остановиться, не остановиться, хочу это, хочу то, купите это, купите то. То есть постоянно какие-то капризы, просьбы, пожелания. Что маленький ребенок, пятимесячный, а именно пять месяцев было малышке на момент, когда мы поехали. Это сон практически постоянный, тем более в автомобиле, в котором ее прилично сильно укачивало. Это покушали, поспали, поиграли. В общем, все идеально. Ребенок у нас с рождения привык ездить на автомобиле, и мы сразу с роддома поехали практически в Выборг из Петербурга. Это было наше такое первое путешествие после рождения ребенка. И все как-то изначально я понимала, что малышку надо приучать к длинным автомаршрутам. И как-то настрои, настроения сыграли ключевую роль, и ребенок идеально ведет себя в автомобиле. Ну, просто идеально. Это самый беспроблемный на сегодня, самый комфортный пассажир в машине. Вот самый, серьезно. Классно, круто, ноль проблем. Ребенок едет, улыбается, играет, спит, кушает. Кушает. Что еще нужно? Вот просто идеальные условия для путешествия с грудничком. Со средним и старшим ребенком было чуть посложнее. Они первое время в дороге конючили, говорили о том, что нам скучно, нам скучно. Когда мы приедем, когда мы приедем, ну, примерно на третьи сутки они сдались. Они поняли. Я им объясняю всегда все как есть, по правде. Я не говорю, вот-вот-вот-вот-вот, потерпите чуть-чуть, скоро приедем. Я им говорю, ребят, ехать еще долго, дорога длинная, нас ждет вот там ночевка в таком-то городе, ночевка в другом-то городе. Мы утром проснемся, позавтракаем и опять будем долго ехать. Нам нужно всем вместе сейчас сконцентрироваться на дороге, на движении. Давайте потерпим. Мы обязательно подарим вам те эмоции, которые вы хотите, которые вы ждете. А именно, они ждали аквапарк, большой, крутой, классный бассейн, как обычно дети любят все это, отель, там берег, развлекухи. Все это мы им обеспечили уже по приезду в Турцию, потому что покупали на Букинге путевку в один из огромнейших отелей Турции на побережье в Сиде. И там были и горки, и прыгалки, и скакалки. В общем, там они оторвались по полной, конечно. Ну, сама процедура предподготовки к поездке, она была вот такая. Я вам обрисовала там сбор информации из разных социальных сетей, там общение с людьми, переехавшим, уехавшим сюда. Но это всего лишь была теория. Практика наступила потом. В общем, 12 сентября мы выехали из загородного дома в Ленинградской области в сторону Москвы. Москва это был первый город и первый остановочный пункт с момента, как мы выехали на ночевку. Кстати, перед этим, перед Москвой мы заехали в Нижний Новгород и побыли там немножко, погуляли по Кремлю новгородскому. Вообще у нас задача была такая, мы дали себе прям месяц на то, что мы прям путешествуем. Прямо 12 числа мы уехали, 12 числа мы должны октября уже остановиться и более или менее в Турции где-то присмотреться к какой-то уже оседлости. Так примерно и получилось. Там плюс-минус в эти сроки мы уложились, и все у нас, как говорится, по маслу. Поэтому выехали 12 сентября, 12 же сентября мы были в Москве, переночевали в Москве. С МКАДа съехали на южную часть Москвы, остановились там на ночевку, сняв квартиру на Островке. Пользовались этим сервисом для бронирования жилья, потому что, ну, знаете, про ситуацию с картами и заблокированными визами, мастер-картами и так далее. Поэтому Островок нам в помощь, и мы, в принципе, вполне себе на территории России нам сам устраивал. Остановились на юге Москвы, переночевали в квартире, и вот дальше поехали уже потом до Воронежа. Погода нас не совсем радовала, что в Москве, что в Воронеже было сильно холодно, промозгло, и шел дождь, все время в дороге был дождь. Но нас не особо это расстраивало, мы в машине, крыша над головой, все круто и классно. После Воронежа, где мы остановились также на ночь, мы хотели погулять по Воронежу, мы хотели немножко его исследовать, потому что мы все-таки хотели чуть-чуть останавливаться, гулять, смотреть, читать потом про эти города. Но в Воронеже просто стеной шел дождь, стеной. Мы из окна посмотрели на набережную, посмотрели на город, почитали о нем в Википедии. Я, пока мы были в дороге, у меня было время, я активно описывала свои эмоции о каждом городе, и их исторические факты какие-то в своем телеграм-канале. Кстати, все ссылки на свои соцсети, которые я веду, всегда будут в описании к моим видео на YouTube. Потом мы поехали из Воронежа в Ростов, и в Ростове-на-Дону тоже остановились на одну ночь. В Ростове нам тоже не повезло с погодой, так сложилось, что за сутки до нашего приезда в Ростове там буквально было чуть ли не под сорокет жары. Но как только мы приехали в Ростов, там опять стало ветрено, холодно, но хотя бы не было дождя. Мы остановились там на ночь в центре города, погуляли, сходили в кафе. В принципе, город нам понравился, такой стильный, красивый, с загорелыми людьми, ну как-то классный, понравился нам Ростов, уютный, чистый. На следующий день мы поехали в Владикавказ. И что хочу вам сказать, и тут закончилась хорошая дорога, потому что из Питера до Ростова мы практически всегда ехали по платным автомагистралям. Муж вообще не напрягался в дороге, широкая полоса, трасса пустая, он на... как это правильно называется? Когда едешь, и все время едешь с одной скоростью. Ну, в общем, на вот этой вот функции я и автомобили, это просто параллельные вселенные. Для меня машины красненькие, беленькие, синенькие. Круиз-контроль. Супруг ехал все время на круиз-контроле, 120 км в час, не больше, получал удовольствие от дороги. Я за рулем не езжу, хотя у меня 12 лет стажа вождения. Пчелка опять там жужжит к нам в камеру. 12 лет стаж вождения, ни одного автопроисшествия, ни одного автодТП. Но я не люблю сам процесс вождения. Я люблю на пассажирском сидении почитать книжечку, почитать ленту новостей, посмотреть какой-то интересный сюжет, пообщаться с детьми, поиграть с детьми, покушать, попить, поспать. Поэтому я не особый любитель порулить, так как мужу это все нравится и приносило удовольствие. Я не предлагала ему услуги, не предлагала ему поменяться. Он в удовольствие ехал по этим платным автомагистралям, не напрягаясь на круиз-контроле. Не ехали мы больше 120 км в час, потому что у нас на крыше огромный багажник, 550 литров вот этот вот съемный, который мы специально приобрели для дорожного путешествия. И как бы при наличии этого багажника ехать больше не стоит. Ну и как бы маленькие дети, зачем нагонять, мы спокойно ехали, не торопясь, получая удовольствие от движения. Хочу сказать про автомобиль Skoda Kodiak. Это сейчас не реклама, и мне никакие автоконцерны не предлагали рекламу, но это реально комфортная машина для путешествия. Это хороший багажник, это много места сзади. То есть мы в пятером с тремя детьми и двое взрослых чувствуем себя в этой машине очень комфортно. И в какой-то момент поймали себя на мысли, что нам ехать нравится больше, чем стоять, потому что пропитались вот этой вот авто... вот этим вот динамикой автопутешествия, когда ты все время едешь, меняешь города, смотришь новые, изучаешь новые, останавливаешься где хочешь, глазеешь, фотографируешь, снимаешь видео. Это классно, это свобода, это свобода. Путешествие на автомобиле, это свобода. Так вот, после Воронежа был Ростов, после Ростова был Владикавказ. Вот как раз-таки из Ростова во Владикавказ дорога, автомагистрали платные закончились. Они закончились, и мы поехали уже по однополосной асфальтированной дороге. Дорога хорошая, покрытие хорошее, но там уже более плотное движение за счет как бы, ну, возможности ехать в одну шеренгу. Очень много манипуляций с обгоном, со встречкой и так далее, фуры и прочее. Как бы это доставляло уже как бы некие дискомфорт и неудобства. Дорога была чуть сложнее, чем все предыдущие дни. Но когда мы приехали во Владикавказ, приехали, кстати, в него поздно вечером, немножечко там затушевались с поиском объекта, который мы забронировали на островке. Это такой был первый легенький стресс, потому что мы в темноте, в чужом городе, не сразу сориентировались, куда идти и так далее. Потому что островок нас завел в один адрес, мы туда зашли, там никого нет. Оказывается, нужно было идти в другой корпус, время девятый час вечера. Темень глаз кали, в горах всегда очень черные ночи, черные-черные ночи. Освещение слабое, но мы все-таки справились, нашли наш отель, нас разместили, все замечательно. Это был классный отель, кругом был сад. И тут-таки, наконец-то, нас встретила хорошая погода во Владикавказе. Мы тоже ночевали всего лишь одну ночь. И наутро, проснувшись, мы решили следовать Владикавказ и уже дальше двигаться в сторону грузинской границы, российско-грузинской границы. Побыли во Владикавказе, получив рекомендации из Инстаграма от подписчиков, где лучше всего позавтракать, где пообедать, что лучше всего посмотреть. Мы погуляли по Владикавказу, увидели эти умопомрачительные горы, эти скалы, эти хребты. Город, конечно, потрясающе красивый, чистый, вылизанный, компактный, уютный, такой активный в жизни он мне очень показался. Заправились на автозаправке, обязательно заправляйтесь там на Лукойле, перед тем, как поехать в Грузию, потому что в Грузии очень дорогой бензин. В России бензин в разы дешевле, ну, по понятным причинам он и должен быть дешевле в России. Мы заправились на заправке полный бак на Лукойле, поехали обедать в очень интересное, такое традиционное место, где вкусили осетинской кухни, осетинская атмосфера, осетинского гостеприимства. Это был потрясающий ресторан с видом на горы, под открытым небом, на террасе. Это было классно, это было вкусно, это была такая первая остановка с выдохом, когда мы были в красоте, в тепле, и ощущали себя вот настоящими путешественниками, счастливыми и довольными. Дальше мы двинули в сторону грузинской, российско-грузинской границы 16 сентября. Мы беспрепятственно вот так, по щелчку пересекли российско-грузинскую границу. Заехав на границу, перед нами был всего лишь один автомобиль с московскими номерами. Я расскажу в отдельном видео, уже как о информации про Грузию больше, не про Россию и не о наших сборах в путешествия. Это тоже был интересный, увлекательный опыт. Расскажу, где покупать страховку на машину, когда вы заехали. Расскажу, как бронировать жилье в Грузии, когда вы уже там оказались. Расскажу о том, как получить банковскую карту в Грузии. Мы получили банковскую карту в Грузии. Мы открыли там счет в банке. Расскажу о том, где вкусно поесть. Расскажу о том, в каких городах мы были, что мы видели, какие у нас остались впечатления от Грузии, как обстоят дела с русофобией в Грузии. Ну и прочую информацию о Грузии и пребывании в ней я вам расскажу. В общей сложности мы пробыли в Грузии порядка недели, может быть чуть больше. Новость мобилизации застала нас уже в Грузии. Но опять же, это будет отдельный видеоролик. Следующий сюжет. Я приняла решение в порядке хронологии записывать всю информацию на своем YouTube-канале с момента сборов в России до момента сегодняшних уже практических знаний. Буду делиться с вами. Спасибо огромное, что вы со мной. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Как всегда, как всегда, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, и те, кто не подписан, обязательно подписаться. Друзья, для меня это будет мотивация для продвижения своего YouTube-канала. Я точно знаю, что информация, которой я буду делиться, будет максимально полезна для вас. В этом ролике чуть больше воды, чуть больше лирики, и я говорила об этом вначале, больше рассуждений, мыслей и так далее. Следующие ролики будут уже более практическими, уже на опыте увиденного, на опыте услышанного, на опыте приобретенного. Поэтому буду благодарна за отклик, за обратную связь, за помощь в продвижении моего канала. Я делаю это от души, я делаю это с любовью, я делаю это с удовольствием, и мне реально это нравится. А сейчас пришло время познакомить вас с моей многодетной семьёй, потому что именно они мой мотиватор, моя надёга и опора в жизни, мой муж, который монтирует видеоролики для YouTube, мой муж, который просто моё плечо, моя опора, моя любовь и человек, с которым мы смотрим в одну сторону. Это классно и круто, и пусть как можно дольше это продолжается, а желательно всю жизнь. Покажу вам сейчас своих деток, и, как всегда, благодарна всем, кто со мной. Благодарю судьбу за возможность быть здесь и сейчас, за возможность чувствовать солнце, дышать горным воздухом и наслаждаться этой жизнью. До встречи, всем пока! Следующий ролик будет про мою семью. А качеля-то в мой бассейн не улетим? Таким составом. Пчёлки, пчёлки. Три, поехали! Ну что, пришло время познакомить вас с моей шумной семьёй. У нас два замечательных мальчугана. Зовут их Артошка, и ему четыре. Зовут их Алёшка, и ему шесть. Уже в Турции у него начали высыпаться зубы. Совсем скоро нам в школу, но, возможно, и не очень. И мой замечательный муж Андрей, который занимается монтажом этих видео для Ютуб. Мой вдохновитель и мой поддержатель меня во всём. Ну а вот эта мадам, её зовут Саша, Антоша. Её зовут Саша. И ей было пять месяцев на момент, когда мы выехали из России. Сейчас ей уже семь месяцев. И она растёт буквально на глазах. Вообще, я вижу, как дети крепнут в дороге. Дё, увидела пчёлок. На, подержи сестрёнку. Крепнут в дороге, становясь здоровее и крепче. Да? Машим, друзья? Помашите. Всем привет! Вот такая вот дружная, шумная компания.